Андрюшки, привет! Доброй субботы нашей, новой субботы, когда мы с вами встречаемся. Я сегодня приехала в город, у меня день из серии свободы попугаем. Мама моя взяла Рэма на себя, и я выперлась в город, несмотря на то, что здесь градусов 150 миллионов, жара просто адская, плавится не только асфальт, но еще и мозг. Так, плюс ко всему, сейчас я оплатила только что парковку, и за парковку я заплатила в центре города 10 евро. Это получается, сколько, три часа? Короче, три часа парковки, заплатила 10 евро. Счастье великолепное, но зато я сейчас свободна. Могу тут стоять, как этот суперцарь. Сейчас пойду ледяной кофе куплю, и остальное все сейчас расскажу. Так, в кофте взяла ледяная лата, и пойдем. Короче, жара сегодня просто 150 миллиардов градусов. Реально плавится просто все. Асфальт, башка, почки. Короче, все капец как плавится. Мне кажется, даже малыш в животе, он как-то это, не сильно-то понял. Наверное, сидит там офигевая. Типа, матушка, ты что, термостат проверьте, у вас что-то не работает. Потому что жара просто невыносимая. Несмотря на то, что он к своим 36-ти там уже привык. Ужасно жарко. В общем, у меня сегодня свобода. Я решила поехать в центр. Первым делом я сделаю маникюр. Потому что, вот, маникюр мой уже закончился. Потом я хочу встретиться со своим другом Андреем. Сейчас, подождите, блин. Маску я? Сейчас маску одену. Уже охранник ко мне бежит. Тут все строго. Короче, одела маску. Здесь оказать все строго. В общем, я сделаю маникюр. Встречусь со своим другом Андреем. Мы с ним так и не виделись сейчас после моего приезда. И я сейчас зашла в торговый центр. Он в центре города. И я хочу зайти в магазин Other Stories. Каждый раз, когда я бывала в Италии, я в него заходила. И здесь он тоже у нас открылся. Поэтому я хочу посмотреть, что в нем классного. А, вот он, Other Stories. Вот. Вот там вот. Короче, туда мы сейчас и пойдем. Вот он мой кофеек. Жизнь блогера непроста. Пришлось мне снять штатив. Да и вообще узнать, можно ли здесь снимать. Короче, магаз этот Other Stories. Кто не знает, он такой. Очень повседневный, кстати. Из повседневного. Здрасте, это я. Я оделась вот как хиппиатский. Все льняное. Ну, в общем, опять же, как могла нарядилась, вы знаете. В общем, здесь он такой сильно повседневный, но такие. Очень классные тут штуки можно купить по средним ценам. Очень клево был прям. Я помню, я вечно тут какие-то пальто, плащи. Чего я только не покупала. Но и мелочи у них тоже тут всяких разных дофига. Тут вон скидосы на носки всякие разные. Ну, это уже латвийский интерьерчик. Короче, какие-то тоже штуки здесь еще, естественно. У них косметика. И сейчас пойдем посмотрим. А, и у них бижутерия очень клевая есть. Я, конечно, сейчас, наверное, бы и не стала ее покупать. Но в целом я вот купила у них дофига всего. Из бижутерии тут какой-то спорт. И сумки у них тоже такие прикольные. Ну, в общем, когда не хочется много денег тратить, не нашло. Можно, в общем, здесь что-то прикупить. Вот такие вот всякие штуки у них есть. И сравнительно дешево все это. Они всякие интересные тут. Кольца, серьги. Я вообще-то удивилась, что они в Латвии открылись, конечно. Потому что это вот как-то вот, не знаю. Но, судя по тому, что я сегодня ко мне приехал... Блин, тут все скидки, скидки, скидки. Короче, сегодня ко мне приехал мастер по дверям, который будет устанавливать дверь между моей и комнатой Рэма. И одну только дверь. Он говорит, ну, к концу августа сделаю. И это тот мастер, который согласился все взяться. Потому что другие сказали, не, не, не. Мы тебе двери делать не будем, потому что времени у нас нет. У нас заказывают дофига. Короче, суть в том, что, оказывается, в Латвии, наверное, у всех все хорошо. Все все заказывают, ремонтируются. И, в общем, мастера прям зашиваются от того, насколько у них много работы. Поэтому, ну, и, наверное, этот магазин открылся. Он здесь имеет смысл. Очевидно. Раз уж он тут еще живет. Я поняла, что нет у меня сил шариться по магазам. Пойду-ка я, дойду до своего салона. Называется Сильченко. И спрошу, может, они могут у меня пораньше взять. Потому что я что-то поперлась пораньше. В прошлом году мы тут с Андрюхой тоже гуляли. И тут эту улицу на какой-то месяц или сколько сделали пешей. И тут прям было очень кайфово. Можно было сидеть и наслаждаться красотой. В этом году они, наверное, сделают другую какую-то улицу. У них план был менять эти улицы каждый год. Но он в связи с пандемией тоже фиг знает. Сделают или не сделают. Ну, в общем. А еще я очень хочу в туалет. Единственное, что меня успокаивает, что это, я понимаю, это обманчивое ощущение моего организма. Что сильно надо. На самом деле, надо немного. Но, блин, надо. Поэтому я что-то как-то не очень довольна. Ладно, сейчас дойду до Сильченко, где он тут был. И схожу в туалет. Ну, это как бы издержки беременной бабы. Сами понимаете. Так, вот он. Андрея Сильченко. Вот сюда я и пойду. К этим бабам. Туалет. Первая комната моего посещения. Yes. А, и, кстати, меня возьмут пораньше. Ой, такая вот эта красота. Вот сидишь тут и наслаждаешься видом. Вот эта прелесть вот такая вот. Прям сидишь и экран. Где такой весь защищенный. И кое-то тебе не страшен. Так, ну что, выбираем цвет. Кстати, маникюр мой будет. Со всеми там укреплениями и снятием. 42 евро. Поздравляю. Себя. Так, ну что, маникюрчик готов. Вроде неплохо. Правда, покрытие какое-то не очень. Ну, какое-то неравномерное. Короче, Сильченко купить нормальные лаки. Чтобы можно было прям радоваться и грустно не становилось. Так, ну все. Я отправляюсь дальше к тачке своей. И мы с Андрюхой поедем куда-нибудь поедим. Я своим позвонила домой. Все-все хорошо. Ребенок 2 часа был уложен спать. И, в общем, мне сказали гуляй. И не волнуйся. Я прям пригрозила, что дома меня тогда не ждите. Я уж это не вернусь скоро. И вообще, в принципе, так непривычно заниматься какими-то взрослыми делами. Спокойно, без спешки. Когда тебе не нужно следить за режимом и за мелким этим гоняться. Мы, кстати, вчера по этому поводу с Арсом говорили. Он говорит, ну как у вас там дела? Я говорю, да блин, я прям устала. Капец как. Я говорю, так тяжело. Он говорит, да что тебе тяжело? Ну что тяжело? Ты же в своем доме, там, на даче сидишь. Тебе же классно. Я говорю, да конечно, классно, блин. Я говорю, попробую, гоняйся за этим человеком маленьким, который херню всякую каждые 2 минуты творит. С этим животом, блин, в жару просто. И 24 часа в сутки с ребенком, блин. То уже вот здесь вот сидит. Я говорю, я так устала, я прям не могу. Он говорит, ну действительно, да, в 40 лет-то женщина устает. Я сказала, все, разговор окончен. Больше мне не звони. Еще обозвали 40-летней женщиной, блин, прикиньте. Вот это вот прямо. И в конце он сказал, ладно, малыши, отдыхайте. Я говорю, слышь, сам отдыхай. Нервную бабу вот так вот тормошить. Короче, я дошла до тачки. Тачка все еще стоит припаркованная, все отлично. Мы, короче, поехали с Андрюхой есть. Пойдем в наше любимое место, в которое мы, мне кажется, ездим всегда. Ну, в общем, короче, что-нибудь надо найти, перекусить. Так, мы тут прибыли в ЦЦ-бар. Мне сделали вот такой вот великолепный коктейль. Андрюша, как обычно, взял саваненчик. Передо мной стали сильно извиняться за то, что мне предложили. Я сказала, извините, что мне нельзя. Потому что я хочу прям. Но нельзя. Так, короче, что-то я тут в меню вообще ничего для себя не нашла. А еще Андрюха меня шокировал, что внутри сидеть нельзя. Я говорю, пойдем вон туда. Он говорит, а ты вакцинирована? Я говорю, нет. Он говорит, а нельзя тебе тогда? Ну, блин, шок. Что нельзя-то? Короче, тут уже все строго. Мы попьем наш лимонадик и двинем в другое место. Мы заказали, правда, с собой две булки с корицей. Ну, это как бы для меня. А тут лимонадик вкусный. Так, мы решили тут пройтись по нашему любимому райончику. Рига – город удивительный. Это как маленькая деревня. Если ты вот хоть в какой-то тусовке в Риге был, то тут вот хватает только пройтись или присесть, и встретишь кучу знакомых. Я вон в Риге сколько не была. Уже мы тут наболтались. Мне кажется, мы полдня потратили. Просто стояли и трещали со всеми подряд. Так что сейчас мы в поиске итальянского ресторана, поскольку все столики заняты. Оказывается, тут все. Жизнь бьет ключом или чем там она бьет. Ну, короче, тут все вечно занято резервировано. Поэтому нам нужно найти что-нибудь, где поесть. Так, если мы, конечно, хотим, но мы не можем пройти мимо этих зданий. Недавно отреставрировали. Это надо посмотреть. Вот, чтобы это все посмотреть, в Ригу приезжает не только вся Европа, но и весь мир. Красотища. Нереально. Очень круто. Вот такая вот красота у нас в Риге. Это Барский район называется. Тут у нас таких зданий, жемчужин вот этих несколько на самом деле. Ну, это прям нереально красиво. Круто. Еще одна красота Рижская. Это круг Гертрудес. Это наша старая церковь Гертрудес. И райончик с этими домами. Прекрасными. Вот такая вот тут красотень. В общем, в нашем великолепном городе, столице Латвии. Мы наконец-то сели поесть. В общем, мы попали в итальянский ресторан. Окольными путями оказалась в Риге проблема сесть, если человек не привит. Короче, мой внебрачный сын и я очень злая беременная женщина. В общем, нас посадили в ресторан. Здесь проблема в том, что внутрь не сажают, если у тебя нет прививки. А террасы все заняты. Ну и вот, нас тут кормят вкусным хлебушком. Тут вот такое вот. И сейчас мне принесут пасточку. Так что доцулечка сейчас поест наконец-то. Все. Мы попали в итальянский рай. У меня баланеза. Ну, просто тут какой-то... А Андрюша... Что у нас? Равиоли с креветками. И, очевидно, икрой. Короче, приятного нам аппетита. Все, бабы. Короче, влог окончен. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok